Телеканал «Россия-1» продолжает отбор участников для открытого конкурса юных талантов «Синяя птица». По всей стране идут отборочные туры для юных музыкантов, певцов, танцоров, гимнастов и акробатов. На кастингах в Москве побывала Татьяна Проскуякова. Дни напролёт они репетировали с педагогами и родителями, чтобы на кастинге конкурса талантов «Синяя птица» услышать заветное. На просмотр в съёмочные павильоны телеканала «Россия» пригласили талантливых детей от 5 до 15 лет. Для этого нужно было заполнить анкету на сайте проекта, выбрав номинацию «Вокал», «Цирковое искусство», «Игра на музыкальных инструментах» и «Хореография». Под прицелом камер на ярко освещённой сцене не всем удаётся сразу справиться с волнением. Но отборочная комиссия терпеливо ждёт и старается успокоить малышей. – Как тебя зовут? – Даша. – Даша, мы все такие страшные. Мы не хотели тебя обидеть, не плачь. – Ну, давай, давай. – Позже становится ясно – Даша точно станет звездой команды «Циркового искусства». Всего будет четыре команды. Каждую возглавят известные артисты и прославленные педагоги. – Мне кажется, это даже сложнее выйти к жюри, чем к зрителям. И их волнение, конечно. И поражают дети, маленькие, когда выходят в слезах. – И мы думаем, наверное, не сможет ребёнок собраться. Только включается музыка, ребёнок включается и начинает исполнять. Это, конечно, вот видеть эти моменты, это очень дорогого стоит. О том, что ждёт на кастинге, эти ребята пока только догадываются. Распеваются в коридоре, завивают кудри и наигрывают самые сложные пассажи. Дима Таболов приехал в Москву из Ржева. В свои 11 он уже лауреат нескольких музыкальных конкурсов. Но на таком уровне ему придётся выступать впервые. – Волнение это, естественно. И уверенность на то, что всех выиграешь. И это спасает, правда. От момента регистрации до знакомства с жюри проходит не более часа. И вот волнительный момент. – Тулузаков. – Ермолаева. Когда дети выходят на сцену, родители не находят себе места. В финальную часть «Синей птицы» попадут лишь 40 участников. – Я очень рада, когда её оценивают, когда есть какое-то маленькое, но уже признание. После Москвы кастинги пройдут ещё в пяти городах. Самаре, Новосибирске, Казани, Краснодаре и Тюмени. Шанс поучаствовать в конкурсе ещё есть. Канал «Россия» продолжает принимать заявки. Татьяна Проскурякова, Владимир Кальский, Андрей Ражев. Вести.